Грязь, ямы и строительный мусор. Благоустройство жителей одного из домов в столичном микрорайоне Байконур ждут уже три года. Но это не единственная проблема многоэтажки. Проблемы дома 15 по улице Академика Королева копятся как снежный ком. С 2011 года шли судебные тяжбы по поводу несанкционированного строительства между застройщиком и администрацией. И даже когда дом по решению суда все-таки ввели в эксплуатацию, злоключения собственников не закончились. Под срывом оказалось начало отопительного сезона 2019. По словам жителей, деньги за коммуналку они платили. А до ресурсоснабжающей организации средства не доходили. Видимо, осев в управляющей компании Байконур-сервис. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день это наличие задолженности перед ресурсниками. То есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Но прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Отопление людям, хоть и с опозданием, но все же дали. Сейчас в суде лежит иск от ресурсоснабжающей компании «Наука», которая задолжала более полутора миллионов рублей. Остро стоит и вопрос благоустройства. В районе нет ливневки. Есть проблемы с освещением и парковками. Насчет детской площадки – отдельная история. Тихон собрал всех дольщиков этого дома и поставил условия. Нужно собрать на детской площадке деньги. Я говорю, какие детские площадки? Мы же в договоре не указаны. Кто не заплатит за детскую площадку, за благоустройство получается. Собственность никто не получит. Вот, пожалуйста, у меня чеки квитанции. Но они у всех есть. Получается, что в среднем с однокомнатной квартиры люди заплатили по 15 тысяч рублей. Отказались лишь некоторые, большинство вложились. Это было три года назад, а детской площадки в их дворе так и не появилось. Жители начали бить тревогу. К нам граждане обращались уже неоднократно с этими жалобами. Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру города, в горком имущества, в администрацию города. И в республику мы писали. К решению проблемы подключились чебоксарские депутаты. Выездное совещание они провели с жителями во дворе их дома. Комиссия начала работать. Работает она на основе тех документов, которые вы в эту комиссию поставили, дали. На основе этих документов будут формироваться все заявления, которые будут нужны. Обращение в МВД и прокуратуру. Теперь уже ваши обращения будут идти не лично от вас, не от группы людей, а будут идти от городского собрания депутатов. Подписаны будут их и председателем городского собрания депутатов, главой города. Городские парламентарии рассчитывают получить ответы от правоохранительных органов в течение месяца, после чего намерены созвать общее собрание со всеми сторонами конфликта. Чуть меньше месяца мы пригласим вас снова. Нам же нужно вернуть или деньги, какие-то вы собирали. Это первое. Второе. Тот комплект архитектурных, детских архитектурных форм, которые были закуплены, где они сейчас находятся. Он обещал, что на скариуме лежит. Вот. И он должен их или установить, или компенсировать. Жильцы же к этому времени решением собственников могут сменить управляющую компанию, чтобы жить, а не выживать в своем районе. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика.